Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова. А теперь представляю экспертов нашей программы. Итак, прошу любить и жаловать. Александр Анатольевич Евдокимов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы. Александр, здравствуйте. Добрый день. Сергей Евгеньевич Шлыков, руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области. Сергей, рада приветствовать. Добрый день. И Елена Анатольевна Байдакова, врач-специалист отряда поисковых и аварийно-спасательных работ Аварийно-спасательной службы Тверской области. Лена, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые друзья, сегодня вновь будем говорить о безопасности жителей нашего региона во всех ее проявлениях, можно сказать. Давайте начнем с того, что новый 2021 год начал свой отчет. Мы встречались в этой же студии незадолго как раз до Нового года, строили прогнозы, говорили о рисках. Чем оправдались предположения, чего удалось избежать? Александр, с вас начнем. Да, действительно, риски определенные были, и должен констатировать факт, что они подтверждаются. Если мы закрыли новогодние праздники с положительными показателями по динамике, по снижению количества пожаров, погибших на них людей, то затем произошел у нас резкий рост как по пожарам, так и по гибели. Так, за последнюю неделю у нас, к сожалению, погибло 13 человек. Только за неделю, да? За последние 8 дней. И произошло более 80 пожаров. Это вообще-то много за первые дни Нового года? Это действительно очень много. Мы были к этому готовы, но, тем не менее, будем продолжать профилактическую работу. Будем действовать совместно с органами местного самоуправления, с органами соцзащиты, семейными центрами. Акцент у нас сделан именно на группу риска, на многодетные семьи, семьи неполной семьи с одним родителем. Будем работать дальше в этом направлении. Акцент у нас сделан, Саша, не случайно, да? Как показывает практика, именно в таких семьях происходит большее число пожаров? Именно, абсолютно верно. В таких семьях происходит наибольшее количество пожаров. И особенно эти пожары возрастают в холодное время года. Причина основная, какая-то статистика ведется, что стало основной причиной пожаров? Конечно, такая статистика нами ведется. В целом, хочу сказать, что с начала года произошло уже 130 пожаров. 130 погибло, 16 человек. Основные причины, это более половины причинов, это неисправность или неправильная эксплуатация электропроводки. Также порядка 20% это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. И такая причина, распространенная, как была в том году, допустим, курение в нетрезвом виде. Сейчас даже вот эти две первых причины подвинули уже на третье место вот эту вот, третью нашу причину. Вот недавно я знаю, что вот мы в патрульной службе рассказывали про этот случай в Твери на улице Большевиков. То там, конечно, там работает еще следствие. Четыре человека сразу погибли в одном пожаре, вот как мне известно. И первоначальная версия именно неисправности электропроводки. Ну, здесь комментировать я не буду, в связи с тем, что действительно все это находится в Следственном комитете. Но скажу лишь, что причина установлена, работа ведется, продолжается. Куда чаще, Лен, вопрос к вам, приходилось выезжать спасателям? Вообще Новый год, это тоже время риска для спасателей? Как? Ну, любые праздничные дела, мероприятия, всегда это сопряжено с тем, что, естественно, активизируются все спасательные службы, все экстренные службы. Естественно, в эти периоды, конечно, во всеоружие работают. И Новый год, конечно, тоже сопряжен, конечно, с определенным риском в работе. Вот так, например, в Новом году у нас также остается в приоритете это выезды на дорожно-транспортное происшествие. Ну, это понятно, что и сезон года, это зима. Да, это так называют зимний вождение. Зимний период, да. Плюс погодные условия, конечно, все это сопряжено с тем, что понятно, что возросло количество дорожно-транспортного происшествия. Я знаю, что некоторые, вот несколько новогодних ночей я проводила в экипажах ДПС. Мы ездили, выявляли нетрезвых водителей, потому что чаще и в праздники, и в новогоднюю ночь, и первого числа, да, люди садятся за руль нетрезвыми, и это как причина тех же самых ДТП. Конечно, да, не только погодный условия, но и причина, конечно, личный фактор. Спасатели, так же, как и другие службы, наверняка, это тоже дежурство в новогоднюю ночь обязательно, да? Конечно, конечно. Дежурство ведется у нас сутки через трое, естественно, у нас и все праздничные дни. Вся служба в полном объеме дежурит на службе. То есть основные риски для спасателей это все-таки ДТП, да? Ну, это не риски, это работа. Это работа дорожно-транспортное происшествие. Это один из видов ЧАЭС у нас. Но также помимо дорожно-транспортного происшествия, например, сейчас очень активизировалась помощь населению. То есть очень много больных людей пожилого возраста и скорая помощь, приезжая на вызов, например, нужно госпитализировать этих больных людей, а нет возможности эвакуировать их, например, с верхних этажей, из квартиры. И поэтому, естественно, спасатели непосредственно участвуют в эвакуации пострадавших до кареты скорой помощи. Даже донести до кареты скорой помощи, это, как правило, пожилые люди. Ну, пожилые, не только пожилые, вообще те, кто нуждается в госпитализации. А в силу того, что, естественно, любой человек, который нуждается в госпитализации, он не может дойти своими ногами до кареты скорой помощи. Поэтому, естественно, спасатели, оперативная бригада, естественно, работает в этом. Это называется помощь населению. Это вот у вас с 2020 года, это новое такое, да? Не было такого раньше? Ну, я думаю, просто сейчас больше случаев, потому что ковид, пандемия. Естественно, люди более тяжелые, чаще болеют, большее количество населения болеет. И поэтому, да, это сейчас участились. Очень редко увидишь в городе скорую помощь, которая без педсигналов не едет. Вот совершенно недавно как раз мы еще раз обостряли вопрос работы в скорой помощи. И здесь, за этим круглым столом, перед самыми новогодними праздниками у меня собирались врачи. И в том числе обсуждали работу скорой. Да, очень много вызовов. И ездили мы еще с сотрудниками ГИБДД, смотрели, как пропускают. Потому что это исключительно сигналы, не все слышат. Много аварий, к сожалению, да? И еще раз обращаемся, наверное, сегодня с просьбой к автолюбителям. Пропускайте, пожалуйста, потому что, ну, не по доброй, не по своей воле, да? Не на прогулку люди едут с сигналами скорой помощи. Сереж, вода, это как обычно, это у нас риски, к сожалению, на воде. И в любое время года, да? И весне свое, и лету, и осени, а вот зима. Да. Все как бы думали, что зима будет, как последние три года. А, ну, как в прошлом году зимы не было, да? Да, в прошлом году зима была, но ее не было настоящей, правильно? То есть у нас не было практически зимних осадков в виде снега, и не было льда практически на водоемах. В северных, может быть, районах, там, как и Сегонск, и чуть по севернее Бежицкое. Тем не менее, зима настала, но вот сам ледостав, то есть это конец ноября и декабрь месяц, так как декабрь был относительно теплый, как мы помним, произошли несчастные случаи у нас на воде. У нас зафиксировано четыре таких случаев. Это люди выходят на неокрепший лед или как? В чем причина? Да, именно это причина есть. Не терпится, да? Не терпится, да. Такие случаи у нас произошли в Конаковском районе, где же железнодорожный мост на Московском море, там у нас случай был. Причем человек, он не утонул, он замерз, что самое ужасное. То есть он замерз, упав воду. Провалившись в воду, провалившись под лед, не смог выбраться и остался вот такой на плаву, так сказать, вмерзший, и уже нашли погибшего. Хотя вот Сережа, я говорю, сколько мы тоже за этим круглым столом уже предупреждали, да? И говорили это сколько раз. Ну это было, это будет, тем не менее, такие случаи имеют место быть. Поэтому людям просто нужно относиться к своей жизни с пониманием, что может все, что угодно произойти в любой момент именно с тобой. Поэтому рисковать необходимо в первую очередь понимать, что нужно знать места, где традиционно есть выход на лед, где рыбаки ловят рыбу, и понимать, что есть места, где лед может быть очень опасен. Но эти места обозначены? Ну, и надо просто понимание иметь, ну, может быть, дети плохо там могут разбираться в этом. Ну, взять город, например, наш, да, областной центр. Здесь, на реке Волга, лед очень коварный, потому что ливневки, так называемые, да, которые сбрасываются именно в Волгу, они, их даже видно около берега. Соответственно, от них уже идет вот эта теплая вода, она подкручивается где-то течением. Поэтому лед неоднородный, и, соответственно, где-то имеются промойны. Сереж, я вынуждена прервать, у нас сейчас небольшой перерыв на рекламу. Не переключайтесь, уважаемые друзья, и вновь присоединяйтесь к нам через несколько минут. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим о безопасности. У меня в гостях сотрудники регионального МЧС. Говорили до перерыва о толщине льда и о происшествиях на воде. Сергей, вы говорили, что коварен лед именно в областной столице, да? Да. Как бы я повторюсь, что вот ливневки, так называемые, которые сбрасываются непосредственно в Волгу, сам берег, он и то не замерзший в некоторых местах. То есть это традиционно, где у нас памятников Афанасия Никитина. Я видела там такие вот промоины, сегодня ехала на работу. Это вот и есть так называемые ливневки. Ну, их несколько штук в городе. И в Пролетарском районе такая ливневка есть. Причем у нас после новогодних праздников там происшествие произошло на улице Чудова. Один гражданин решил, непонятно даже зачем, он вышел именно на берег. Там, где вот такая ливневка впадает в Волгу, неаккуратно там как-то повел себя, может, подскользнулся, может, или еще что-то, и прямо около самого берега упал в воду. Стал барахтаться, крики, да, услышали. Вызвали тут же МЧС, подъехали пожарные наши ребята, сумели его вытащить из воды, но он уже, так сказать, замерз и буквально умер на руках у медиков. Ну, он даже скончался. Прямо на ровном месте, да. Вот это было сразу после праздника. Это же какие-то жуткие истории сразу, да. Вообще, вот что мы можем сказать, сколько человек может продержаться в такой воде, Лен? Ну, в среднем, если температура 10 градусов Цельсия, ну, может человек продержаться от 15 до 30 минут. Но все-таки такой запас. То есть, ну, запас, это кажущийся запас. Или это кажущийся запас. Это кажущийся запас, потому что за эти 15 минут все равно начинает угасать организм. Все равно он сначала, конечно, борется, сначала включаются все защитные силы организма, но, тем не менее, воздействие холода берет свое. И поэтому эти 15-30 минут, это очень короткий период для тех же, даже спасательных служб. Конечно, выезжаем, стараемся как можно быстрее, но все равно это очень маленький период. И тем более вот здесь вот этого человека увидели, да, это еще увидел кто-то. Да, он получал, да. Да, и вызвать ведь надо, чтобы кто-то вызвал. Это надо же время заложить, чтобы приехали, как скоро не приезжаете вы. Я знаю, что вы моментально всегда в готовности спасателя. Да, мы реагируем быстро, но, тем не менее, да, дорога и вот. Тут важно, если человек оказывается в воде, вот условия холода, воды берем, какие-то движения, каким-то образом карабкаться, чтобы что-то делать руками, ногами. Тут что важно? Ну, важно именно выбираться в ту сторону, откуда пришел в первую очередь. То есть, знаю уже, что там лед, ну, по которому проходил, он более-менее безопасный. Ну, вот здесь случилось около, вы сказали, прямо около берега. Ну, здесь, может быть, у человека с сердцем плохо стало или еще что-то. Причина пока, ну, это уже при вскрытии была там уже известна, да. Поэтому, если вы провалились, да, то необходимо попробовать закинуть одну из ног на лед. Да, вот так легко, кажется, сказать, да, вот как вот, как бы, закинуться. Это эффективный способ, тем не менее, не пытаться выползти руками, да, потому что руки скользят, а попробовать ногу одну закинуть на лед и, переворачиваясь, ну, сбоку на бок, перекатываясь, да, попытаться отползти уже, если уже выбрался от полыньи именно в ту сторону, откуда пришел. Ну, вот мы вот такие советы даем, люди вообще прислушиваются, кто-то принимает на вооружение такие советы, уж если попал в чрезвычайную ситуацию. Бывает, что вот удается закинуть ногу? Не, ну, бывалые рыбаки, они даже в жилетике одевают вот такие, ну, не сильно толстые жилеты, но тем не менее, которые держат, под одежду даже одевают. Если понимают, что есть момент риска, да, вот где-то, вот особенно в Весегонском районе, я даже встречал таких рыбаков, которые с собой надувную лодку берут на случай, если вдруг оторвалась льдина, чтобы, ну, смочь переплыть. Но это, ну, это человек идет сознательно на риск, мы сколько раз говорили тоже, что необходимо в этой ситуации? Ну, охота пущей неволе, тем не менее, люди все-таки думают, понимают такие вещи. Кто-то с собой спасательные веревки берет, тем более сейчас используют частенько санки для перевозки там рыбацких принадлежностей, поэтому места много не займет, и вес небольшой, а спасти можно человека элементарно, имея с собой веревку. Я знаю, что вы, уважаемые друзья, вот Лена, Сергей, Саша, вы тоже после суток, потому что вот сегодня встречаемся в такой святой для многих христиан день, день крещения, да, и, естественно, кому-то праздник, для кого-то это служба, и очередной повышенный риск. Да, что в этом году в условиях пандемии мы можем сказать о крещенских купаниях? Ну, подготовка была, так сказать, уже по-зимнему к этим крещенским купаниям, не так, как в прошлом году. Именно обращалось внимание, что в условиях пандемии будет проводиться данное мероприятие. Соответственно, вход на территории так называемых городков купели, ну, где расположена была инфраструктура, был очень сильно ограничен, не так массово, как в прошлые годы. То есть, ну, народ... Потому что раньше, я просто знаю, да, вот так вот все вот массой, да? Да. Ну, большое количество запускается. Да, количество людей в палатке, да, запускается с переодеванием. Вот, люди в масках, все заходили на территорию. Даже в масках, да? Да, в обязательном порядке, это требование, как бы, было обязательное. Ну, и люди нормально к этому относятся, с пониманием, потому что, действительно, ну, вещи, все-таки эпидемия, все понимают, что она имеет место прилично здесь, и относится к этому вопросу. В Твери у нас одно место, да, Крещенское и Ордань? Да, в Твери было обследовано место, лед достаточно-таки был прочный, тем не менее, даже был почищен, прежде чем была установлена купель, еще какой-то слой там, в субботу-воскресенье, нарос льда в этом месте. И вот, как я говорил, ливневки. Вот, да, вот, и где риск, там, может быть, там тонкие львы бывают? Там тоже есть ливневка, но сама конструкция купели, она сделана таким образом, что сварная вот эти лестницы, да, они опускаются сами непосредственно на дно. И деревянный настил тоже на опорах, который крепится к самим опорам, которые упираются в дно. То есть, самого выхода людей на лед исключил. Спасатели, а как вот, вы каждый год, Лин, да, дежурите непосредственно у Ордани? Ну, да, каждый год, но, естественно, только попадают, на период Крещения попадают разные смены. Но получается так, что, да, раз в три года, раз в два года, одна и та же смена дежурит около купеля. Здесь какая в основном помощь спасателей требуется? Ну, вот, в частности, всегда около купеля стоят, дежурят спасатели. Вот, это наш аварийно-спасательный отряд и отряд водолазных работ. Вот, и чередуются по два, по три человека, впускают народ в купеля и принимают. Потому что, как правило, окунаются люди, да, понятно, что они настроены, готовы к этому, то есть, ну, идейно подготовлены к этому. Но все равно, в момент окунания, все равно идет, конечно, все равно воздействие холода на организм. И когда они могут выйти, они могут дезориентироваться немного, потеряться. И вот самое главное, чтобы они вышли правильно, им помочь руку подать. То есть, надо вот этого человека принять, что называется, помочь выйти из холодной воды. Вот в чем особенность крещенского купания именно вот в нашу тяжелую годину, в годину пандемии? Здесь что? Здесь увеличиваются риски для организма? Или, как может быть, человек не знает, что он уже как-то болен? Или что? В момент пандемии, я думаю, что тут те, кто люди настроены и верующие, и тут, мне кажется, даже пандемия для них не имеет значения. Почему? Потому что здесь, конечно, с верой надо все это делать. Добровольно с верой, а не то, что там веяние моды, веяние времени. И я думаю, что люди, которые окунаются, тут пандемия, может быть, организм, естественно, и так подготовлен к этому, морально подготовлен. А когда моральный настрой, это очень большое имеет значение. Ну, тут морально, я просто сама очень много лет окуналась, здесь действительно так, что ты, когда вылезаешь, ты вроде бы, казалось бы, говорили, что вот Большие морозы. У нас были случаи, что мы окунались и в минус 32. Ну, когда ты, вот, вроде, все раскладываешь, здесь стоят валенки, здесь там бушлан, здесь шапка, выходишь и забываешь обо всем, где и чего. Вот, просто-напросто, вот такое вот было, и я помню прошлый год, когда снег не было вообще, Сереж, да? И мы заходили, вот, окунались в Оршу, вот где у нас дача, просто-напросто по берегу, как вот мы обычно летом ходим туда купаться. И точно так же разогреваешься. Сереж, здесь какие могут быть пожелания относительно того, как, опять же-таки, избежать какой-то беды с точки зрения специалиста по воде? Ну, мы предупреждали даже перед самими купаниями, чтобы, вот, например, в городе Твери люди приходили именно на левый берег, а не переходили, например, с другой стороны. А, чтобы побыстрее, да, вот так вот, видят купель и идут? Ну, как бы, люди понимают, что, ну, вот, всё время, думаю, очереди большие, ещё что-то, я сейчас... А, без очереди, да? Да, зайду, там, может быть, как-то. Ну, находятся такие люди. Ну, и в городе Твери опасное вот это место с той стороны. Почему? Потому что в падении Тверцы, да, у нас, а у нас ТЭЦ-3 сбрасывается тёплая вода. И правый берег Тверцы, он практически вообще не замерзает. Там очень-очень тонкий слой льда. Да. И уже, соответственно, после впадения левый берег Волги тоже у нас не замерзает. Поэтому вот здесь вот в устье, ну, Тверцы очень опасное место именно с точки зрения провалов под лёд. Поэтому мы категорически людям запрещаем вообще переходить в этом месте в Урну. Причём даже какая бы зима ни была, да, вот если мы будем, нас будут смотреть и на будущее, кто в этом году не рискнул окунуться, это правило из года в год одно и то же, да? Плюс здесь какой ещё составляющий фактор? В этом году выпало достаточное количество снега, а под снегом вода не замерзает. То есть лёд очень медленно, ну, наращивает свою толщину. Можно буквально увидеть, что кто-то переходил в Волгу и мокрые следы. То есть мороз минус 25 градусов, а под снегом вода. Вот, кстати, я ехала сегодня, увидела след даже, то ли воздушная подушка, возможно, прошла. И такое ощущение, что там уже видна вот как-то вода, вот такое ощущение, что какого-то незамерзающая. А ведь я знаю, что... Прослойками, возможно. Да, да, да. А ещё я знаю, что по Волге много любителей кататься на тех же лыжах, да, выходить вот в этом самом центре. И может быть и на коньках, или и на санках там как... Да, мы вот больше всего как бы переживали, так сказать, и вели профилактическую работу в декабре, потому что сначала снега не было, помните, да? Да, да. У нас лёд был гладенький везде, на всех водоёмах, и он был чистый. А это в первую очередь притягателен для детишек, которые будут кататься на коньках. Вот, поэтому здесь зона риска очень большая. И сейчас мы тоже с людьми профилактическую работу проводим. Это катание на тубингах, на подушках. Тоже зона риска. Когда люди начинают кататься, тем более в незнакомом месте с детьми, правильно? В любой момент может произойти трагический случай, потому что толщина льда неоднородная. Тем более, вот у нас излюбленное место, это на Афанасии Никитиной. Вот, поэтому здесь тоже надо понимать. И обязательно надо ребёнка встречать, когда он катаетесь. Не сверху стоять на него, смотреть, куда он уехал, куда он потом пойдёт, а именно снизу встречать ребёнка всегда нужно. Вообще, конечно, да, как мы советовали, лучше. Но если есть возможность кататься, не надо на воду выезжать. Не нужно, конечно. Здесь же есть всевозможная масса других горок, да, на суше. А тем более у нас сейчас синоптики прогнозируют потепление. Резкое причём такое. К одним дням. У нас весь этот снег, он сядет. Будем надеяться, что потом опять будут морозы, что его наоборот схватит. Но сейчас в выходные дни водоёмы очень опасными были. То есть даже тот большой период, когда держалась низкая температура, это ещё ни о чём не говорит? Не говорит о том, что достаточный у нас слой снега лежит на всех водоёмах, поэтому под ним лёд практически не нарастает. Уважаемые друзья, прислушайтесь к советам специалистов. Коль начали про снег, давайте, Лен, продолжим. Там наверняка ещё много зимних дней впереди, человек попадает в холод. Как себя вести, в чём опасность, как себя привести в норму? Ну, давайте сначала дадим понятие, что такое вообще переохлаждение организма. Ну, переохлаждение организма, мы подразумеваем, и это происходит, это понижение температуры тела организма. Так называемое явление гипотермия. Когда идёт на фоне холода, под воздействием холода, снижение, повышение теплоотдачи, а поступление тепла уменьшается, и идёт гипотермия, снижение температуры тела до 35 и ниже. Тут, Лена, сразу вопрос, зависит от того, как человек одет? Конечно. Обязательно нужно одеваться только по погоде, безусловно. И если, конечно, ещё одет не по погоде, да, конечно, какие-то ещё ограничения движения, двигательной активности, в частности, в алкогольном опьянении, то тогда, конечно, это дополнительный фактор риска к худшему прогнозу. Людям кажется, что если он находит в состоянии опьянения, то ему тепло. Да. Хотя это и является совершенно... А потом, вот сколько случаев было, да, что когда человек замерзает, он начинает снимать с себя одежду? Я знаю, были случаи вот такие вот... Ну, это когда он... Или уже совсем... Когда уже идёт дезориентация и какие-то изменения в головном опьянении. А, то есть, так этого нету, да? Значит, мы с вами сказали, что это такое. Значит, одежда. Ваш совет, как быть, что одевать на ноги, что на ноги двигаться? Значит, больше двигаться. Ну, конечно. По погоде одеваться, во-первых, это, естественно, тёплая одежда, чтобы она соответствовала температурному режиму. Ну, и двигаться, конечно, потому что при движении, естественно, улучшается коробращение. В частности, в тех конечностях, которые... Ну, вот, верхние конечности, нижние конечности, там, где может быть обморожение. Как почувствовать, что уже началось вот это самое обморожение? Это как-то меняется цвет пальцев? Ну, это вот снижение температуры тела как раз при температуре ниже 35, то есть норма, нормальная температура в среднем у человека в 90% случаев, это 36-37, вот в этом диапазоне. Вот в этом диапазоне. От 36 до 37 градусов Цельсия. Ниже 35 уже начинается состояние гипотермия, гипотермия и так называемые изменения в головном мозге. А если ниже 30 градусов Цельсия, то тогда уже это критическая температура, и тогда уже идёт нарушение более глубокое. А ниже 29, в общем, 24, если температура тела 24 градусов Цельсия, это клиническая смерть. Вот мы говорим всегда, если человек едет на рыбалку или идёт в поход или куда-то, что при себе нужно иметь? Здесь человек как просто длительное время, он находится где-то вот на воздухе, вот на таком морозе. Кстати, вот эти морозы, которые мы пережили, 25-20, они тоже опасны? Конечно. Человек обязательно должен иметь, если он идёт, например, на ту же рыбалку или в какой-то поход, обязательно должен иметь сменную, сухую, тёплую одежду. Потому что нет гарантии, что он в эту одежду не намочит, она не промёрзнет. И если переодеться нужно будет, она должна быть у него быть. Это тёплая сменная одежда обязательно. В каком случае нужно вызывать специалистов, вызвать на помощь? Что? Когда вот ты чувствуешь, что ты как-то потерял движение, или что у тебя уже не двигаются руки-ноги? Ну, у человека, например, когда вот первая стадия, потому что любое переохлаждение проходит 4 стадии, любое переохлаждение. Первая стадия – это когда человек не теряет температуру тела, не теряет. У него просто появляется озноб, зябкость, гусиная кожа, дрожь во всём теле. Это вот как бы первая такая стадия, когда он должен уже подумать о том, что нужно принимать меры. Температура тела не теряется. Вторая стадия – это адинамическая стадия, когда уже появляется небольшая заторможенность, головокружение, температура тела снижается до 35 градусов Цельсия, немножко дыхание становится такое поверхностное. Вот тут тем более надо уже бить тревогу. Третья стадия – это сапорозная стадия, когда уже человек в оцепенении, он уже не понимает, что делать. Движение двигательное, резко ограничено. Температура тела – 30 градусов Цельсия. Если же ниже 30, это уже четвёртая стадия, называется кома, коматозная. Там он уже ничего сделать не может, потому что он в коме находится. И, естественно, все жизненно важные функции у него, естественно, начинают теряться. Лена, приходилось выезжать на помощь таким людям при обморожении? Приходилось, да. Вот в частности у нас в октябре месяце был случай. Славовское сельское поселение, деревня Давыдково. Три молодых человека, девушка и два молодых человека, потерялись в лесу. Пошли, ну, просто погулять. Они решили посмотреть заброшенную деревню. Она находилась, естественно, возле реки Орша. Один был местный житель, думал, всё нормально, благополучно. Мы сходим, погуляем, найдём эту заброшенную деревню, посмотрим её, вернёмся обратно. И они ушли в обед. Естественно, к вечеру они заблудились, но они, опять-таки, понадеялись на себя. Думали, мы молодые, мы ночь проведём, всё будет благополучно. А октябрь месяц уже был, уже были дожди и были первые вот эти холодные ночи. Это мы говорим, уважаемые друзья, про октябрь, да? Про октябрь. Это было 18 октября, да. И они даже в тот день, когда потерялись, они понимали, что они потерялись, они не вызвали ни службу спасения, не позвонили в ВГДН. То есть они не отреагировали на то, что может всё плохо закончиться. Но самонадеянность такая преступная для самих суден. Хотя возраст уже был не такой подростковый. Были за 20, 22, 26 лет. То есть это всё-таки люди, которые уже сформированы, с образованием. И тем не менее, вот такая какая-то халатность к своему здоровью. Вот. И на следующий день, когда они поняли, что уже промёрзли, ночью промёрзли, уже не знали, куда идти, они попали в болото, конечно. Вот. Они... И у них сели телефоны. И был единственный звонок, вот прям вот им просто повезло. Они дозвонились до Единой службы спасения. Да что вы! И смогли сказать, где, в каком районе приблизительно? Они сказали приблизительно, да. И поэтому, конечно, все экстренные службы выдвинулись туда. Вот. Их искали несколько часов, но нашли в ужасном состоянии. Там было очень сильное переохлаждение. Но и, скорее всего, там было обморожение. Ну, может быть, потому что обморожение, я не могу сказать, что оно не проявляется как ожоги. Сразу можно определить степень обморожения. При обморожении определяется только в первые 24-48 часов. То есть сразу не проявляется степень обморожения. Но мы должны понимать, что обморожение, вероятнее всего, есть. Потому что на фоне такого переохлаждения, когда они были сильно бледные, вот они были в таком оцепенении, они даже не могли идти. То есть их, что называется, спасатели и волонтеры, как раз они одновременно к ним подошли и начали эвакуацию, они даже не могли двигаться. Они были просто, что называется, как вот куклы. Здесь важно иметь при себе, ну, если даже ты куда-то едешь, что-то горячее питье, я не говорю об алкоголе, алкоголь вредит. Обязательно. Да? Чай какой-то, что-то согревающее, да? У нас всегда термосы с теплым, горячим. Или водой и чаем, обязательно. Значит, сухие те же носки на смену, чтобы варежки, чтобы что-то, да, чтобы можно было одеть сухое. Самое главное, что их нужно было быстрее эвакуировать, потому что у них было, действительно, у них было переохлаждение, выраженное переохлаждение. Надо было в теплое помещение обязательно. Поместить. Естественно, с них сняли всю мокрую, сырую, холодную, вот эту одежду. Хорошо, у них в машине была сухая одежда. Но даже если бы не было, все равно мы бы их покрыли бы. Надо обязательно в теплое одеяло, любые пледы, то есть завернуть во что-то теплое. Потом включились в эту печку, все начали отогревать. И вроде уже понятно, что у конечностей ноги начали чувствовать. А так они были бледные, ничего не чувствовали. И даже, я говорю, спутность сознания в какой-то степени была у них. Вот то, о чем вы говорили, да? И вот я говорю, что буквально вот этот период, если бы, может быть, часом-двумя позднее, скорее всего, мы бы жизнь не спасли. Из крайности в крайность давайте обморожении. И у нас идет высокая температура, Саш, пожары. Здесь ваши рекомендации и в чем профилактируете, чем убеждаете? Вот сейчас вот Лена рассказала, я думаю, что эти наглядные примеры. Уже человек не захочет идти, вот попадать в такую ситуацию. Чем вы убеждаете? Если говорить вот как раз о пожарах, вот так же в условиях низких температур резко возрастает количество пожаров, что и показали последние дни. Вот не только в нашей Тверской области, но и в целом по Российской Федерации. Это вот если мы говорили, да, вот я у Сергея спрашиваю, влияет ли низкая температура на качество льда, да, что нет, что она хоть неделю, хоть две простояла, это еще ни о чем не говорит. То есть здесь как раз все влияет? Да, все-таки влияет. Чем ниже температура, тем все-таки тенденция такая, что количество пожаров возрастает. Людям хочется согреться. Вот, естественно, кто-то обогревается электронагревательными приборами, кто-то топится печками, кто-то самодельными приборами. И, естественно, увеличивается количество пожаров из-за этих причин. Вот, в том числе были и у нас такие факты, и от газового оборудования, и от самодельных нагревателей, и от плиток, вот, и от печей, которые не были вовремя проверены, почищены дымоходы. Вот, даже буквально вот вчера был, ну, не сказать, что пожар, но возгорание сажи в трубе в жилом доме в районе. Вот, ну, слава богу, все закончилось. А это все моментально, да? Если даже сажа в трубе, это все спускается вниз, да, и загорание. Печка топится, топится, то есть какое-то время длительное топится, и в какой-то момент происходит возгорание, которое, как правило, происходит в чердачном помещении, и обнаруживается далеко не сразу, в результате чего пожар может развиться и получить уже дальнейшее распространение на всю площадь крыши. Значит, вы вот здесь какой? Как мы говорим всегда, готовься, а не летом, да? Конечно. То есть, когда проходит зима, вот наступают теплые дни, что необходимо в первую очередь проверять, с учетом того, что будет опять холодная зима? Ну, здесь, во-первых, надо смотреть все-таки глубже, вот это вот формирование безопасного образа жизни, не только вот пожаробезопасного, в любой области безопасности, оно формируется с детства. Поэтому нами особое внимание уделяется такой профилактической операции, как школа, она так и называется, вот, как жилище, где мы особое внимание обращаем на семьи с малолетними детьми. Вот, также проводим, ну, сейчас в условиях пандемии мы все-таки ограничили, проводим занятия в детских садах, вот, мы проводили и до сих пор частично проводим уже на свежем воздухе посещение пожарно-спасательных частей, детьми. Вот, все это формирует пожаробезопасный образ жизни на будущее. И в дальнейшем... Но оно толк-то дает? Естественно, это влияет на, вот, ну, в целом влияет на, ну, мировоззрение молодого поколения. И еще, наверное, сказали с детских лет, что надо много пить, да? Мы помним, дети спички, да, не игрушки. Конечно. А, и то, что спички, не игрушки, это говорит... А ведь не даром же еще и в нашем детстве об этом не уставали повторять. И вы же тоже говорите об этом. Если про цифры говорить, то вот с начала года вместе с семейными центрами, вместе с органами социальной защиты населения, мы прошли более 4 тысяч семей с детьми, ну, в основном многодетные, и было изъято вместе с органами опеки 13 детей ввиду нахождения родителей в пьяном состоянии, оставления без присмотра, либо грубых нарушений требований пожарной безопасности. Ну, а тут о чем говорить, уважаемые друзья? Да, если можно говорить все, что угодно, если родители пьяные, то тут говори-не говори про пожарную безопасность тем же самым детям, что они сделают? Да? Еще раз... Мы там у детей изымаем, и в дальнейшем, естественно, эта семья ставится на учет. У вас, Александр, есть какой-то специальный подход вот к такому межсезонью? Заканчивается зима, начинается весна. Здесь какой основной риск? Ну, пока еще все-таки, наверное, рано говорить. Но, естественно, это начнется пожароопасный период. Пало сухой травы. Ближе, конечно, к этой теме. Мы встретимся, поговорим об этом. Ну, да, да, конечно. Вот, сейчас все-таки отрицательные температуры, холода, упор на... Вот, ходим по СНТ. Вот, потому что многие граждане сейчас все-таки проживают и в СНТ, приезжают на выходные. Да, тем более условия пандемии очень много людей на свежих. Дом холодный, начинают топить. А дом холодный сразу нельзя. Резко топить начинается. Печка вроде холодная-холодная, топит-топит-топит, а потом она уже... Она просто трескается, да? Не трескается, она просто набирает потом температуру, которая уже не контролируется. А, и уже ее просто так и не остановить. Конечно. И не залить. Вот самая вот это первая причина. Мы советы... Давайте, уважаемые друзья, чуть попозже. Сереж, традиционный еще один гость в нашей программе. Еще раз расскажем, что это такое. Вот это вот уже в упаковке. Значит, в таком вот виде это продается в магазинах, да? Ну да, они прям так и называются, спасалки. Спасалки. Вот посмотрите, уважаемые друзья, вот такие вот штучки. Они продаются вот в такой вот упаковочке в магазине. И еще раз говорим, для чего они нужны, как они нам помогут спасти жизнь. То есть, в принципе, это как бы недорогое спасательное средство. У нас с Настей намного дороже стоит люди тратят на какой-нибудь воблер там или... С Настей, я знаю, даже иной раз чуть ли не из-за границы привозят там вообще за бешеные деньги. Бывают они объемом поменьше. Вот, это спасалки. То есть, они различного вида могут быть, да? То есть, здесь на конце, не просто сейчас как бы в упакованном виде, находятся вот такие вот крюки. Вот, то есть, человек, который вот у нас в декабре месяце, о котором я упоминал, на Московском море погиб, да? Если бы имел с собой такие вот инструменты, он бы легко смог бы выбраться на лед. То есть, вот с такими спасалками и не надо вот то самое движение делать, ногу на лед, да? Ну, и надо и то движение делать, но тем не менее... Но это будет легче сделать. Да, тем не менее, если вы уже воткнули, вы сможете подтянуться и продолжить выбираться дальше со льда. Даже я всем всегда говорю, и мы в передаче здесь встречаясь, упоминаем, даже если вы не хотите такой, ну возьмите там пару гвоздей с собой больших. Хотя они тоже небезопасны. Но гвозди, они все-таки и вес, наверное, другой имеют. Сейчас, да, ну в современном мире уже не актуальны гвозди, когда продаются. Ну да, 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 и прорвать в одежду могут. Да, так может еще и печальнее закончиться. Да, конечно, и себя проколоть. Да, конечно, и себя проколоть. Вот, поэтому такие вещи нужно иметь. Не такие уж они объемные, есть и меньше размером, ну разное. Это, Сереж, это если вы планируете вообще выход на водоем, да? Нет, это даже переходить тот же самый водоем. Да, рыбаки, имея в своем арсенале, как я уже говорил, имеют же правильно сейчас самки, положите, пусть будут в ящики рыболовные или в карман положите. Но лучше на шею, да, можно? Да, можно на шею повесить. Поэтому, когда пошли, надо, чтобы такие вещи с собой были. Сереж, общий совет, вот такой для, наверное, акцента на детей. Ну и вы упомянули, что сейчас и у нас любят на технике ездить, по водоемке. У нас, да, у нас уже были случаи, квадроцикл, да, у нас ушел под воду, часто снегоходы, то же самое, вот по этому же неокрепшему льду, очень часто, у нас каждый год. Опасное место у нас, частенько факты, когда снегоходы топили, это в Конаковском районе. Ну, излюбленное место. Да, да, это где у нас теплая вода, так называемая, где сгресс впадает. Мы же говорили, да, даже вот в этой студии мы неоднократно говорили, что там как бы еще и не огораживают и не предупреждают. Народ не предупрежден, было такое, что там может лед закончиться или неокрепший. Ну, как бы все равно и органы местного самоуправления, они выставляют и аншлаги, и мы совместно такую работу проводим, тем более, где есть вероятные места выезда на лед. Вообще даже устанавливаются знаки, что движение ограничено или въезд запрещен. А движение на транспортных средствах, на автомобилях по льду вообще запрещено, ну, законом. И штрафные санкции применяются в отношении таких. Тем не менее, выезжают. Тем не менее, да, выезжают, люди рискуют. И сколько роликов в интернете у нас, и так друг другу люди пересылают. Различные настолько случаи, когда вот люди прям даже, некоторые потом доставали видеорегистраторы, прям показана была смерть людей, как все это происходит, когда машина провалилась под лед, крики, ну, и ужасы. Ну, это действительно так. Тем не менее, если вы провалились даже на машине под лед, то есть вероятность, что можно спастись. То есть определенными движениями, там, то есть это надо постараться стекло выдавить, там, ветровое, да, то есть сохранить воздух в легких. Именно плыть туда, куда пузырьки поднимаются. То есть все равно вероятность выжить есть. Поэтому, но лучше никогда не уезжать. Лучше не рисковать, конечно. Зачем это вероятность использовать? Ну, у детей, в любом случае, одним нельзя на водоеме находиться, только с родителями. Да, потом вот сколько случаев трагических у нас было. Лена, ваш совет жителям региона, вот у вас такая работа, всегда, вот как-то вы сталкиваетесь сплошняком с несчастьями человеческими? Ну, мой совет, самый главный, чтобы вот эти передачи, которые проходят, чтобы прислушивались, конечно, к тем советам, которые все-таки рекомендуют специалисты, чтобы люди обязательно берегли свое здоровье, более добросовестно, конечно, относились к своему здоровью, а не так, как все на авось. Это самое главное, потому что лучше учиться на других примерах, а не на своих, это во-первых. Вот, и потом, конечно, самое главное, что если период охлаждения произошел, понятно, что первая помощь будет на месте, но обязательно никакого самолечения всегда обращаться в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи. Потому что любое обморожение, которое проявляется впоследствии, обязательно должно быть лечиться только в лечебном учреждении, а не дома и никакими своими домашними средствами. Я знаю, что вот доктор, вот как вы, врач-специалист, да, существует каждый, есть в каждой бригаде спасателей. То есть непосредственно первая медицинская помощь на выезде, когда вы приезжаете к пострадавшему, оказывается, обязательно. Дежурная смена имеет в составе врача обязательно водитель, старшесмена, спасатели и дежурный врач. И поэтому всем вот этой всей оперативной группой, естественно, мы выезжаем на место ЧАЭС и оказываем необходимую помощь. Саша, ваш совет, как избежать беды огненной? Ну, здесь еще хотел бы привести определенную статистику. В том году у нас правительством были выделены довольно-таки значительные средства на оборудование многодетных семей, их жилья автономными пожарными извещателями. И эти извещатели в том году помогли спасти три многодетных семьи, а это 10 детей и 6 взрослых, вот только за прошлый год. Поэтому мой призыв, ну, не только к таким семям, а вообще ко всем, и особенно к тем, кто проживает в домах с низкой противопожарной устойчивостью, то есть в деревянных, приобретите эти автономные пожарные извещатели, можно в интернете, можно в специализированных магазинах, стоит недорого, батарейки хватает более чем на год, очень прост в обращении. То есть они реально помогают? Просто устанавливается на потолке, либо на стене верхней части помещения, и в случае задымления он громким звуком известит об опасности. Просто его можно услышать, даже человека может разбудить, да? Да, абсолютно верно. Именно так и произошло во всех мною перечисленных случаях. Уважаемые друзья, все те советы, которые вы сейчас дали в нашей программе, их можно на сайте где-то либо прочитать в ваших подразделениях МЧС? Конечно. Есть сайт главного управления, есть ряд специализированных разделов тематических, вся информация там есть. Есть приложение МЧС, его можно набрать и установить себе на смартфон, и там все советы, все случаи перечисляются, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Очень полезное приложение. Уже распространено это приложение, распространяли через профильное министерство, ведомство. У нас с собой телефонов нет. Но, тем не менее, совет, но совет есть, да? Очень интересное приложение, да, так и называется МЧС России. МЧС России. Спасибо огромное за участие в программе. Я надеюсь, что вы будете здоровы, что меньше будет помощи только потому, что люди не будут попадать в беду. Спасибо вам за вашу работу. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо. Спасибо.